Библейский портал экзегет.ру представляет Приветствуем вас, дорогие братья и сестры, на библейском портале экзегет и вместе с вами продолжаем мы изучать, читаем и объясняем Евангелие от Матфея. У нас четвертая глава – это событие, которое после крещения Господа. Третья глава завершилась прямо чтением, рассмотрением текста, посвященным богоявлению, как при крещении Спасителя, голос Бога Отца сей, Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение, и, конечно же, Дух Святый нисходит на Господа зримым образом в виде голубя. И вот сразу же после этого читаем, вот что интересно, я просто еще, вы, конечно, может быть, это слышали уже, что деление на главы – это очень поздное разделение, это уже начало второго тысячелетия, то есть, считайте, там вот, в общем, прошло 900 или даже тысячи лет, прежде чем поделили на главы. Ну, конечно, там делили на зачало, на отрывочки, которые читали за богослужением, но изначально это был единый текст. И вот как только, значит, мы прочитали про глаз Бога Отца, крещение Сына и схождение Святого Духа, видимым образом, тут же мы читаем. «Тогда Иисус возведен был Духом в пустыню для искушения от дьявола». И на самом деле, когда читаем «возведен был Духом», то речь о Духе Святом. Дух Святой ведет Иисуса Христа, как воплотившегося Сына Божия, Сына Человеческого, которого зрели другие люди при Иордане. И вот Дух Святой ведет его в пустыню, а для чего? Для искушения. Вот это может быть не очень понятно, а дело в чем? Вот когда, это для нас урок, если мы приняли Таинство Крещения, то это не значит, что все, можно духовно расслабиться. Мы уже освобождены вроде бы там от всех темных, значит, вот этих влияний, искушений. Да, прощаются все грехи, да, очищаются глубины человеческого сердца, но самому человеку нужно пройти еще этапы духовной жизни, а это становление. И ведь дьявол же, он никуда не исчез, и он как праводца искушал, да, он как самого Христа искушал, он также и нас искушает после Таинства Крещения, да и после любого Таинства, причастили Святых Христовых Таин, и все равно вот приступает дьявол, подбрасывает какие-то мысли, искушения свои, и мы либо откликнемся, либо не откликнемся. То есть, то, что написано в Евангелии, сказано как урок для нас, мы все равно будем вступать на поприще искушения, но после Крещения мы уже не одни, с нами сам Господь Иисус Христос. И вот так вот он идет в пустыню, сказано, для искушения дьявола, и постившись сорок дней и сорок ночей, напоследок взалкал. А это ведь иудейская пустыня, скажу вам, вот кто бывал там, да, вот многие, конечно, ездят в такое паломничество, может быть, посещали эти места, и мне приходилось там быть, ну, в общем-то, достаточно даже длительное, семь с половиной месяцев жить в Святой Земле, и иудейская пустыня, это действительно очень такая вот местность, знаете, для, разве что для суровых каких-то аскетов, она совершенно безжизненная, такие вот каменные холмы, которые один в другой переходят, да, и кажется, что нет совершенно никакой жизни, а сверху полит солнце, и как будто даже вот тени-то не найдешь, чтобы куда-то спрятаться. И Спаситель удаляется туда для подвига аскетического, и Он постится сорок дней и сорок ночей, то есть Он освящает наш собственный духовный подвиг, Он показывает нам путь, по которому должны идти мы, это молитва и пост, причем сам Господь Иисус Христос, вот, Его пост в данном случае сорок дней, это было полное невкушение. Вот понятно, что не все подвижники до такого уровня подымались, но, тем не менее, эту меру Спаситель устанавливает, и некоторые из аскетов, они повторяли такой же, пост полное невкушение в течение сорока дней, и сказано напоследок, взалкал. Конечно, надо понимать, что вот естество, которое воспринял Спаситель, оно то же самое, что и у нас. Такое же человеческое естество, которое нуждается в пище, нуждается в питье, нуждается в отдыхе, да, в тени для того, чтобы найти какую-то защиту от солнечного зноя, ну, все то же самое, что и у нас. И поэтому вот эти слова и напоследок взалкал, они указывают уже на крайнюю степень истощения. Еще вот так вот некоторые говорят, что бывает, когда человек только-только, вот он начинает, значит, вот такое полное невкушение, и его сначала терзает какой-то голод, внутри все вот требует пищи, а потом вдруг раз и желание пищи прекращается, и оно может достаточно долго не приходить, то есть человек вообще не ест, и как будто бы без этого обходится, но вот наступает примерно вот 40 дней, и вновь появляется вторично вот это вот сильное чувство голода, такое физиологическое голодание, и тем самым это вот некий признак уже предела, что после этого уже дальнейшее невкушение пищи, оно просто опасно для жизни, ты можешь совершенно умереть. И вот именно в такой момент, да, когда человеческое естество, оно как бы на пределе, и тут-то и приступает к спасителю дьявол, и приступил к нему искуситель, то есть понимаете, да, когда человек, вот допустим, не вкушает, ну если вот брать нас, но у нас-то греховное естество, да, оно испорченное, то человек, он может просто вот озвереть от этого голода, и там и друг друга поубивать готовы люди, не будучи способны совладать с позывами своей природы, и, ну конечно, спаситель, он не имел вот такой греховной натуры нашей, но естество его, оно, конечно же, тоже испытывало чисто физиологические немощи. И вот приступил к нему искуситель и сказал, «Если ты сын Божий, скажи, чтобы камни си сделались хлебами». Вот что интересно, искуситель, он говорит «Если ты сын Божий», то есть получается, что дьявол не знает на самом деле, а сын Божий или не сын Божий. А почему тогда он такой вопрос задает? Так ведь, когда крещение Господа было, то с неба пришел глаз Бога Отца, «Сей есть сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Ну, конечно, глаз этот, в общем-то, святые отцы говорят, что он был дан для святого Иоанна Крестителя, ну, может быть, еще кто-то вот слышал из людей, но как бы там ни было, сами люди могли этим уже делиться с другими людьми, и таким образом дьявол, он тоже мог подслушать это, что сыном Божиим называют Иисуса Христа. А как же, спросите вы, благовещнее, да, ведь это же вообще было безмужное, сверхъестественное от Духа Святаго зачатие, то есть ничего человеческого там не было, а дело в том, что дьявол, он вообще не всеведущий, он не присутствует при каждом зачатии, вот не надо думать, что обязательно там везде, где спальня, да, где супружеское общение, тут же там и бесы непременно все это вот смотрят, возможно, ангелы Божьи, ангелы-хранители людей, они ограждают вот эти вот сокровенные комнаты от взгляда, от зрения ненужных, вот этих невидимых, испорченных духовных сущностей, от демонов. Это вот там, где распутство и грех, куда сами влекут бесы, вот они там же присутствуют рядом, при этом животном таком вот разврате, да, испорченности человеческой, и как бы насыщают сами себя зрением вот этих греховных картин, на которые, на этот грех они натолкнули людей, и тут же сами присутствуют бесы. А там, где все законно, там, где законная ложа, да, там, где благословение Божие, венчанный брак, то, конечно же, никакого демонического присутствия нет, и поэтому даже обычное человеческое зачатие, оно вне, оно вне зрения демонических сил, тем более тайна Боговоплощения, она потому и тайна, что она сокрыта от падших духов. И дьявол не знал, дьявол не знал, что Христос, он безмужно зачат, что он сверхъестественно рожден от Духа Святаго. И вот поэтому-то, ну, а люди-то уже начинают говорить, вот после крещения, что о нем сказано о Христе, что он Сын Божий. И дьявол говорит, если ты Сын Божий, скажи, чтобы камни все сделались хлебами. В общем-то, вот мы уже знаем, что тут три искушения таких, которые, как бы, за собой содержат все искушения, то есть все вот искушения со стороны бесов, их можно свести к трем основным. И первое – это искушение чувственными удовольствиями, угождение своим чувственным потребностям и даже страстям чувственным. Дьявол говорит, скажи, чтобы камни все сделались хлебами. Ну, а казалось бы, чего тут такого, да? Ведь голод, надо покушать. И тем более Спаситель действительно обладал вот этой божественной силой. Он мог запросто притворить камни в хлеба, насытить себя. И а чего тут такого? А то, что это предлагает дьявол. И любой дьявольский совет, он всегда будет зловредным, даже если он первоначально кажется, ну, вполне таким логичным, приемлемым. Вот то же самое, что в раю, да? Когда змей, а на самом деле это дьявол посредством змея обольщал в начале Еву, ну, через Еву и самого Адама, что вы только вкусите вот там эти плоды, ничего страшного не будет. И любое предложение со стороны дьявола – это заведомо обольстительное действие. Это как вот соприкосновение с таким гипнотизером-мошенником, когда ты начинаешь как бы беседовать вот с ним, да, и он потихонечку вторгается в твое внутреннее пространство, завладевает твоим сознанием, меняет там все внутри, и потом ты сам вдруг начинаешь совершать какие-то действия, не понимая ради чего. И дьявол, он буквально пытается как бы загипнотизировать человека, поэтому спаситель сразу же пресекает такое вот предложение дьявольское. Он же, то есть Господь сказал ему в ответ, написано, «Не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих». То есть для человека на первом месте воля Божия, на первом месте исполнение заповедей Господа, а уже на втором телесные потребности. Вот из-за древнего одного потеряка, из таких потеряковых сказаний вспоминается повествование про подвижника, которого часто искушал дьявол. И вот это, значит, бес как-то решил предложить, ну никак не удавалось ему совладать с подвижником, и он ему предложил, говорит, «Ты знаешь, я от тебя вообще отстану со своими искушениями, но ты вот соверши только вот хотя бы что-то одно из того, что я предложу тебе. Это вот ты или убей кого-нибудь, или соверши прелюбодеяние, блуд, с кем-нибудь соблуди, ну или хотя бы просто вот напейся». И подвижник так начал про себя размышлять, что, ну, убийство это вот страшно, что-то вообще недопустимое, соблудить это вот стыдно, а напиться, ну, кажется, простое какое-то человеческое такое действие. Потом, значит, выспишься, отрезвишься, и решил уступить дьяволу, подумал, что действительно дьявол от него после этого отстанет, пошел в город, там вошел в какую-то пивную, напился, и тут-то он как раз вот оказался в руках дьявола. Когда он напился, то рядом с ним появилась женщина легкого поведения, завязался какой-то разговор, и очень легко, очень быстро этот подвижник впал в блуд, совершено было прелюбодеяние, женщина была замужней, а тут как раз прибежал ее муж, увидел вот этого монаха с пустыни, набросился на него с кулаками, и убил его. Вот так вот подвижник, да, когда всего лишь вроде бы одно какое-то предложение дьявольское исполнил, послушался только в одном, и тут же это повлекло за собой другие прегрешения, то есть всего лишь напился. Вот что бывает, когда человек следует вот этим удовлетворением чувственных своих, страстных, животных потребностей, на первом месте воля Божия, а уже хлеба и так далее, это как Господь уже подаст. Поэтому Спаситель сразу пресекает эти дьявольские внушения, и тем самым Господь, Он уже исправляет первый грех Адама. Адам потерял рай через вкушение, через вкушение запретного плода, то есть вот первые люди, им как было сказано, вы вообще все можете вкушать, все что угодно, но вот только от одного древа не вкушайте, и люди все равно не устояли. А Господь Иисус Христос, как новый Адам, Он пришел, чтобы исправить грех ветхого Адама, и ведь у Господа, у него ситуация намного труднее. Если у Адама в раю все вокруг можно вкушать, вот только это одно не вкушает, то Господь выходит в пустыню, и там вообще вкушать нечего. Но вкуси хотя бы одно, вот предлагает ему тоже лукавый змей, из ворот ли, вот хотя бы одно вкуси. Нет, и тоже даже это одно он не будет вкушать, потому что он верен Богу Отцу до конца. И вот тут вот Господь уже исправляет грех ветхого Адама и показывает нам путь, по которому надо идти. Далее следует второе искушение, читаем. Потом берет его дьявол в святой город, Иерусалим, конечно, и поставляет его на крылья храма и говорит ему, если ты сын Божий, бросься вниз, ибо написано ангелом своим заповедует о тебе, и на руках понесут тебя, да не приткнешься, а камень ногою твоею. Очень, конечно, красноречивый такой текст. Ну, во-первых, надо разобраться, многие даже, сейчас, конечно, современный человек, он очень такой пытливый, и когда берет в руки Евангелие, он вот некоторые так дотошно расспрашивает, написано. Потом берет его дьявол в святой город и поставляет его на крылья храма. Это что же получается, что дьявол прямо взял его, по воздуху перенес и поставил на крылья храма. Но если бы они уже летали по воздуху, то какой смысл тогда говорить, что вот ты, мол, бросься вниз, если они и так уже и так в воздухе были. Нет, конечно же, тут имеется в виду, берет его дьявол в том, что берет его с собой. Когда мы в своей речи даже говорим, что вот я вот взял его с собой, вот этого человека взял с собой, речь идет о последовании. То, что и Спаситель отправился в Иерусалим и поднялся на кровлю храма. Везде, где есть кровля, там, конечно же, есть и лестницы, которые ведут к этой кровле, потому что иначе как там поддерживать порядок, как ремонтировать эти кровли. И таким образом Спаситель, он вполне человеческим, так сказать, способом поднялся туда. Но поднялся, потому что и дьявол, как бы пытался искушать его, и было дозволено дьяволу искушать. А с чем именно обращается, с каким предложением искуситель? Спаситель сказано, «Если ты сын Божий, бросься вниз, ибо написано». А вот дальше интересно, ведь Сатана цитирует, представьте себе, ни много ни мало 90-й псалом. «Ангелам своим заповедует о тебе, на руках понесут тебя, да не приткнешься о камень ногою твою». То есть тот самый 90-й псалом, который мы обычно читаем, как псалом защитительный именно от дьявола. А дьявол берет и сам его запросто цитирует. И отсюда мы понимаем, что на самом деле Сатана, он такой, знаете, приспособленец. Он даже может иногда, как будто цитировать Писание, ведь он же не цитирует, кстати, что дальше написано. «На аспиды Василиска наступиши и попереши льва и змей». Потому что он сам и есть, этот аспид, зловредный змей, на которого христиане, упоминая имя Христово, вооружившись Духом Святым, наступают и попирают этого змея, аспида, Василиска. Поэтому он это не будет цитировать, а он цитирует что-то. Бывает такое дьявольское богословие, как бы в кавычках, и поэтому, когда сектанты или какие-то прельщенные люди цитируют Священное Писание, это не значит, что с ними сам Господь Бог. Они могут быть обольщенные дьяволу. И будучи в обольщении, они могут что-то брать из Священного Писания и движимые Духом своей гордыни цитировать Священное Писание. Вот в чем дело. И это надо прекрасно понимать. И не всегда нужно вступать в полемику с какими-то обольщенными людьми. Они всегда очень самоуверенны и всегда вот бросаются цитатами, как будто футбол играют этими цитатами. И благоговения там нет. Вот так же и дьявол, он цитировал Писание, пытаясь как бы подтолкнуть к чему. А вообще вот это искушение, это искушение чем? Искушение славы, искушение самовозвеличивания, гордыни. Ну, представьте себе, что если бы Спаситель, действительно уступив слову обольстителя, взял бы вот так вот, шагнул с крыши храма, а это высокое очень строение, а внизу очень много людей, и они вот посмотрят, а он по воздуху парит. Понимаете, парит, это что-то было бы просто невероятно, все тут же бы и поклонились, там и приняли. Но дело в том, что свободного обращения ко Христу не было. То есть люди были бы подкуплены чудом. Вот некое феерическое зрелище, которое поражает воображение, и происходит захват человеческой души. А Господь не хочет вот так вот насильно захватывать. Он хочет, чтобы люди добровольно последовали за Ним. Вот есть такая притча, как один царь, он спросил своих приближенных, а как ко мне вообще относятся люди, как народ-то ко мне относится. Ему все приближенные говорят, да тебя очень чтут, там почитают, все там хвалят и так далее. И подходит один мудрый человек и говорит ему, царь, вот если ты хочешь узнать, как на самом деле к тебе относится народ, ты хотя бы на один день оставь царский дворец, оденься в простые бедные одежды и пройтись вот по городу. Посети вот места скопления людей и сам послушай, и будешь знать. Ну и царь вначале прогневался на мудреца, а потом подумал, а почему бы не попробовать, не испытать это на самом деле. И он, значит, облачился в одежду бедного человека и стал ходить по городу, рынок, там, площади. И он слышал, оказывается, далеко не все довольны его правлением. Кроме того, есть много невинно притесняемых людей, и оказывается, что вот этот царь, он, ну, не все контролирует, как бы, в своем государстве, а на показ его хвалят. И когда он, значит, ну, там целая такая история, что его даже, вечером он стучится кому-то, его не пускают, он говорит, я же ваш царь. Ему отвечают, да какой же ты царь, там царь наш в дворце, весь там в блеске, в славе, великолепии, а ты нищий какой-то, уходи отсюда. И, в общем, когда он, да, его простой бедняк всего лишь принял, принял царя, простой бедняк, который, ну, как раз не искал, вот, никакой, значит, там, связи с высокими людьми, но отличался милостивым сердцем. И вот такой милостивый человек принял царя, не узнав его в бедных одеждах. И потом, когда на утро царь возвращается, то он собирает приближенных и говорит, теперь я понимаю, что все-таки вы мне неправду говорили об отношении народа, потому что и вы сами, да, вот все время хвалите, а на самом деле вы любите не меня, а мое положение. Вы просто вот трон царский любите, и неважно, кто там восядет, да, и хвалите не меня как личность, а хвалите царское достоинство, да, власть, силу царскую. Тогда как личность моя, она вообще вам совершенно не нужна. И вот Господь Иисус Христос, он как раз не хотел идти по этому пути, что вот явить себя как величественную такую вот царственную личность, он мог бы взять, стать императором, запросто там август, при августе он родился, потом, значит, Тиверий, и там никто бы даже близко рядом с ним не стоял, у спасителя это божественная сила, и все бы тут же раболепствовали перед ним, все бы тут же готовы были выразить свое почтение, заискивали бы, а Христу это не нужно. Христос ищет чистого, открытого, искреннего сердца, и вот такое искреннее сердце, оно испытывается в страданиях. Поэтому Господь не завоевывает людей путем ярких таких чудес, феерических зрелищ, иллюзионизма какого-то, а Господь дает призвание, призывает через страдания человека, чтобы в самых этих страданиях человек принял Господа, и так вот раскрылось свободное человеческое сердце, свободный выбор человеческого сердца. И вот почему, значит, когда дьявол предлагает такое искушение, ну, мол, вот яви себя, если ты сын Божий, и ангелы тебя подхватят, Иисус сказал ему, написано так же, не искушай Господа Бога твоего. И вот это, кстати, урок и тоже для всех наш. Да, Господь всегда находится рядом, но ты не искушай Господа Бога твоего. Вот как, знаете, на фоне, там такая вот история описывалась, то ли в письмах святогорца, то ли вот еще где-то, сейчас не припомню, но рассказывает ее, именно монахи афонские рассказывают, как один подвижник в горах, он, значит, когда к нему собрались, там другие, и он начинает наглядно, как бы, проповедовать, и говорит, что вот нам Господь дал силы наступать на змей, скорпионов, на всю там силу вражу, и чтобы продемонстрировать, он наступает на ядовитую змею, и змея его не ужалила. Потом, значит, он дальше проповедует, и чтобы опять наглядно подтвердить, второй раз наступает на эту змею, но змея оказалась, видимо, более мудрая, более терпеливая, тоже не ужалила его, и вот он проповедует дальше, и третий раз наступает на змею, и тут она его ужалила, и тогда вот не было, конечно, это, по-моему, 19-й или даже 18-й век, каких-то противоядий там не было, и, в общем, он сначала болеет, и потом он умирает, а перед смертью сказал, что это случилось с ним за гордость. То есть он, конечно, покаялся, он, конечно, смирился пред Господом, и можно понимать, что, ну, видимо, Господь его все же помиловал, но сам этот поступок, да, что вот он надеялся на чудо, когда надо было соблюдать простую человеческую предусмотрительность. Не искушай, Господа, Бога твоего, поэтому не нужно вот искушать, да, как некоторые говорят, что, ну, вот, если Богу угодно, я вот, ну, не свалюсь с этого балкона, вот буду там сидеть, или не буду пристегиваться ремнем безопасности в автомобиле. Ты искушаешь Господа Бога твоего, а когда ты искушаешь, ты показываешь, что для тебя вот твоя гордыня, она на первом месте, и Господь тогда отступает. А если ты утративаешь помощь Божию, Господь отступил, то ты можешь и свалиться, и разбиться, и все, что угодно, произойдет с тобой. Поэтому все-таки, Господа Бога, не искушай. А далее третье искушение. Опять берет его дьявол на весьма высокую гору, то есть это уже опять, значит, спаситель возвращается в иудейскую пустыню. А, кстати, да, мы не упомянули, что там, в этой иудейской пустыне, есть такая вот, она называется сорокадневная гора, как раз вот гора, где эти искушения, ну, частично вот эти искушения, понятно, что второе оно было в Иерусалиме, а потом спаситель опять возвращается в пустыню, и уже на сорокадневной горе это было, да, и там сейчас монастырь искушений выстроен, и гора эта, она относительно недалеко от города Иерихон находится. Итак, опять берет его дьявол на весьма высокую гору, и показывает ему все царства мира и славу их. То есть, как бы в некой картине такой, он же может вот взять, вот изобразить действительно, как, ну, как некий диафильм, да, как нечто вот, например, как на экране составить вот эти образы, показывает все царства мира и славу их, и эти россыпи, значит, золота, да, и где там драгоценные камни находятся, а потом уже имеющиеся в дворцах сокровища, и где угодно, и всякие клады, и действительно, запросто можно так вот, ну, дьявола подстраивать, ведь и перевороты, да, и потом воровство, и кражи, когда кто-то завладевает чужим кладом путем вот дьявольских внушений, и вроде бы как бы он может это доставить, и он говорит, все это дам тебе, если пав, поклонишься мне. То есть, дьявол как бы говорит, ну, ладно, вот хлеба ты не хочешь, слава тебе не нужна, ну, ты хотя бы вот просто поклонись мне, вот просто поклонись, и все, а я тебе дам все богатства этого мира. Получается, что дьявол говорит, вот весь мир мне принадлежит, и ведь врет же он, понимаете, врет такой вот паразит, уж не ему все это принадлежит, он вор, он пытается украсть власть над этим миром, а Господь сотворил мир, есть промысл Божий, и Господь и возводит царей, да, и не изводит царей, Господь может попустить дьявола, искушать людей, искушать царей, совершать какие-то преступления, но в конечном итоге все все равно в промысл Божий включено, поэтому не дьявол является вот подлинным царем нашего мира, хотя он, ну, как бы выставляет себе, как князь мира сего, и вот он говорит, ну, ты хотя бы просто вот поклонись мне, а что это значит, вот понимаете, телесные действия, это не просто, ну, действия одного тела, тут же непременно это и соучастие души, вот допустим, когда вы идете по улице, и подходит какая-то гадалка, и говорит, ты вот протяни мне ручку, я вот погадаю тебе, вот ни в коем случае не протягивайте, потому что это кажется так, ну, просто какой-то телесный жест, вы уже себя подчиняете манипулятору, вы уже подчиняете тому, кто берет вот свою руку, он уже как бы завладевает вас, не просто рукой, а душой вашей завладевает, а вы в пассивном положении находитесь, и он тут же как бы смотрит чего-то, и тут же начинает вещать, как учитель, наставник, а вы как наставляемый, и вы уже в подчиненном положении относительно этого гадателя, относительно этого манипулятора, вот не надо телесных действий, телесного такого-то расположения проявлять в отношении сомнительных людей, чтобы не подчиниться им и своей душой. И Спаситель поступает самым правильным образом. Тогда Иисус говорит ему, отойди от меня, сатана, ибо написано, Господу Бога твоему поклоняйся, и ему одному служи. То есть Спаситель не стал вести каких-то вот диалогов, каких-то собеседований, с этим искусителем, не стал с ним полемизировать очень пространно, а просто сказал, отойди от меня, сатана, ибо написано, Господу Богу твоему поклоняйся, и ему одному служи. И как только упоминается имя Божие, и вот эта вот заповедь Божия, служить и поклоняться только Господу, тогда, читаем дальше, тогда оставляет его дьявол, то есть дьявол ничего своего не нашел, во Христе, как в человеке. Получается так, что вот сатана, когда он поступает к человеку, он ищет, за что бы зацепиться. И действительно, один там очень словолюбивый, да, а другой какой-то человек, он похотливый, у него блудные страсти, и тут ему тоже вот эти вот искушения подбрасываются, и вначале там образы, в мыслях, да, которые он переваривает в себе, а потом и соприкосновения с противоположным полом, и так далее. Кто-то вот чревоугодим, кому чего, каждому, значит, дьявол найдет свое искушение, и ищет, чтобы внутри этого человека что-то отозвалось на дьявольские призывы. А вот в Господе ничего не отозвалось, потому что спаситель это необыкновенная чистота, он сам есть чистота, чистота с большой буквы, святость истинная, и поэтому дьявол с позором отступает от него, и сказано, и все ангелы приступили и служили ему. То есть оказывается, что святые ангелы, они тоже находятся недалеко от каждого из нас. Вот да, где-то вот как такой лукавый змей, крылатый змей, вот этот дьявол, он пытается как бы подкрасться к человеку воздушными в том числе путями, как бы подбрасывает свои какие-то вот помыслы внутрь человека, чтобы в человеке очаг греха возник, потом сгорел из пламя страсти. Но и ангелы находятся рядом. И это значит, что мы никогда не оставлены, то есть мы можем вспомнить про ангелов, если какие-то дьявольские искушения рядом. Да и Господь Бог, Он всегда рядом, ведь ангелы не своей силой, они Божьей силой действуют. А возникает вопрос, почему ангелы до этого момента не являлись в своем присутствии. Да очень просто, потому что если бы они сразу находились рядом со спасителем, как бы, ну как вот воины вокруг своего царя, то дьявол даже близко бы не подступил ко Христу, как человеку, и как тогда искушение. А нужно было спасителю пройти через эти искушения, чтобы победить их и явить вот ту победу, которая не состоялась в лице первозданного Адама. Адам пал, да, а Христос, пройдя через вот искушение, даже через большее искушение, Адам не был мучен вот этим страшным физиологическим голодом, да, не изнывал там от жажды и не был томим какими-то, ну чисто вот физическими лишениями, а спаситель даже при этом все равно выбирает не хлеб, значит, не славу, не богатство, не серебро и золото, а выбирает волю Бога Отца. И поэтому спаситель являет победу и выступает, как новый Адам, за которым должны последовать все мы. И, в общем-то, если вот так вот прямо сказать, в общем-то, в четвертой главе это, конечно, основная мысль, которую мы должны уяснить для себя, но на этом сама глава не заканчивается. После вот этих трех искушений, что дальше было? Услышав же Иисус, что Иоанн, Иоанн Креститель, отдан под стражу, удалился в Галилею и оставив Назарет, пришел и поселился в Капернауме Приморском, в пределах Завулоновых и Нефалимовых, да сбудется речено через пророка Исайю, который говорит, земля Завулонова и земля Нефалимова на пути Приморском, за Иорданом. Галилея языческая. Народ, сидящий во тьме, увидел свет великий, и сидящим в стране, и тени смертные воссиял свет. То есть, спаситель от Иудеи, от районов, связанных с рекой Иордан, с Иудейской пустыней, переходит в Галилею и цитируется пророчество, где и сама Галилея называется Галилея языческая. А почему так? Потому что это вот северные пределы Святой Земли, в которых действительно местные жители часто соприкасались с язычниками. Много там и греков поселялось, и сирийцев, и греческий язык там был распространен. И вот апостолы, ученики Христова, они ведь происходили как раз из Галилеи, не из районов близких к Иерусалиму. Ну, там больше как бы люди такого фарисейской настроенности, они не очень принимали Христа. А вот галилеяне, они освобождались от такого строгого иудейского законничества и уже соприкасались немножко вот с язычниками, как бы понимали людей не иудейской культуры, потому-то они первыми и восприняли Господа. С того времени Иисус начал проповедовать и говорить «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». То есть, вот начинается общественное служение Господа Иисуса Христа. А когда начинается? Когда переходит в Галилею. А когда переходит? Когда Иоанн Креститель был отдан под стражу. Получается так, что покуда вот святой Иоанн Претеча не выполнил свою миссию полностью до конца, как пророк, проповедник, Претеча Христов, сам Спаситель, он к общественному служению не приступал. Но когда уже, ну, конечно, и по промыслу Божию, святой Иоанн, значит, оказывается уже под стражей, там уже у него такое мученическое исповедничество наступает вершина его земного духовного служения Господу, то тогда, когда уже вот умолкает слово святого Иоанна Претечи, тогда-то начинается уже благовестие Господа Иисуса Христа. А начинается как? А так, как уже первоначально вот Иоанн Претеч, он и в этом предшествует Господу. То есть, с чего начинает Претеча, вот так же начинает и Спаситель, покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное. Царство Небесное, то есть, Царство Божие явлено на земле в лице самого Господа Иисуса Христа, потому что во Христе нет ничего скверного, нет ничего грязного, ничего нечистого, а небо уже является на земле в лице Господа Иисуса Христа, и те, кто принимают Христа, они уже принимают и Царство Небесное. Но для того, чтобы воспринять, нужно действительно покаяться, то есть, раскаяться в своих злых, скверных делах и постараться с помощью Божьей исправить свою жизнь. А дальше читаем. «Проходя же близ моря Галилейского, он увидел двух братьев, Симона, называемого Петром, и Андрея, брата его, закидывающих сети в море, ибо они были рыболовы». Ну, мы знаем, что первые ученики, они действительно рыбаки. И Симон, называемый Петром, Андрей, брат его, закидывающий сети, да, и говорит им, «Идите за Мною, и я сделаю вас ловцами человеков». То есть получается, что вот самый образ вот этой рыбной ловли, он Господом тоже воспринимается и толкуется, как их дальнейшее служение. Вот они улавливали рыбу в своей сети, а в дальнейшем они в сети евангельского благовестия будут улавливать многие и многие народы. И они тотчас, оставив сети, последовали за ним. Оттуда, идя далее, увидел он других двух братьев, Иакова Зеведеева и Иоанна, брата его, в лодке Зеведеем отцом их, починивающих сети свои и призвал их. То есть, да, вот тут получается Иоанн Богослов, брат его, Иаков, это сыновья Зеведеевы. На самом деле, это была не первая, конечно, встреча Петра Андрея и Иоанна Иакова со Спасителем, потому что эти ученики, они сначала ведь наставлялись у святого Иоанна Претечи. И как читаем мы об этом в Евангелии от Иоанна, уже тогда Иоанн Претечи, указывая на Христа, говорил, вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира. Но сознание человеческое, оно не сразу вот так вот перестраивается, то есть, они не тут же бросили святого Иоанна Претечу и пошли за Христом. Они немножко общались уже со Спасителем, но когда Иоанн Претечи оказался уже схвачен в темницу, уже у него находиться было невозможно, возвращаются они в Галилею, и туда вот приходит Христос и призывает их, и читаем, и они, то есть, и Иоанн Зеведеев и брат Иоаков, тотчас оставив лодку и отца своего, последовали за ним. Вот только что они починивали сети, это нужно было после каждой рыбной ловли, потому что были в сетях маленькие разрывы, каждый раз нужно было очищать сети, выбрасывать мусор, завязывать разорванные вот эти вот ниточки, очень трудоемкое такое занятие, но теперь они тут же оставляют все и следуют за Христом. Причем такая немножко необычная, да, здесь ситуация, что они оставляют в том числе и отца своего. А почему? Видимо, отец, он сам вот не имел, может быть, такого вот горения, стремления последовать за Христом, поэтому он остается при своих земных делах. А что же, спросит некоторые, получается, сыновья бросили своего родителя? И на это отвечает святитель Иоанн Златоус, который прекрасно разбирался в евангельских текстах и толковал. Он говорит, что если бы отец их нуждался действительно в заботе детей, то они были бы оставлены при отце. А спаситель прекрасно видел, что у их отца, у Зеведея, был некоторый достаток, ну, действительно, судя по содержанию Евангелия от Иоанна, все-таки Иоанн Богослов и Иаков, они были не такими вот простыми людьми, был некоторый достаток, и, соответственно, отец мог прожить без поддержки своих сыновей. Итак, вот, первые апостолы следуют за Христом. «И ходил Иисус по всей Галилее, уча в синагогах их, и проповедуя Евангелие Царствия, исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях». Тут получается, что спаситель, он являет как бы две стороны в своем служении. Он ходит и благовествует, проповедует Евангелие. Ну, собственно, в Евангелии есть благовестие, и предлагает людям духовные истины. Что именно за истины, какие заповеди, мы узнаем из следующей, пятой главы Евангелия от Матфея. А вторая сторона в его служении – это исцеление всяких болезней, немощи в людях. «И прошел о нем слух по всей Сирии». Вот тут интересно, как вот дальше повествуется, то есть люди больше обращают внимание не на учения, а на чудеса исцеления. И поэтому, что мы дальше читаем? «И приводили к нему всех немощных». Значит, спаситель проповедует, прежде всего, благовестие предлагает, но в том числе и сострадание исцеляет. Но люди больше любят, чтобы их исцеляли, чтобы их освобождали от земных страданий, поэтому приводят к нему, приводили к нему всех немощных. «Одержимых различными болезнями и припадками». Видимо, страшное все-таки зрелище, когда вот этих людей с припадками приводили, тут, значит, он бьется, там бьется. В общем, зрелище не очень такое приятное. «И бесноватых, это уж вообще, да, и лунатиков, и расслабленных, и он исцелял их». Вот Господь их исцелял, поэтому неприятное зрелище, оно тут же преображалось в приятное зрелище. Люди переставали эти одержимые биться, и припадочные исцелялись, подымались, и вдруг вот они смотрели здравыми, ясными глазами. И в этом, конечно, для людей была огромная радость. «И следовал за ним множество народа из Галилеи, и Десятиградия, это рядом такая местность была, и Иерусалима, и Иудеи, и Изо, и Ордана». Да, в общем-то, отовсюду следовали, приходили люди ко Христу, кто-то ради того, чтобы исцелиться, а кто-то ради того, все-таки, чтобы послушать Евангелие, благовестие Царства Небесного. На этом, братья и сестры, у нас завершилась 4 глава Евангелия от Матфея. «Дай Господь всем нам быть стойкими в претерпевании искушений». Да, вот Господь нам показал пример, чтобы мы не прислушивались никаким дьявольским наваждениям и старались быть во всем верными Богу. Храни вас Господь! Субтитры создавал DimaTorzok